Она застала сейчас спадкаемицей в этих великих обсарах Слуцкого-Копыльского князства. Собралось 20 тысяч войсков, страшные кровопролитцы учениц, в связи с незгодой Софии выйти замуж за Янушем. Иснуют документы и про православное веровознание Софии Слуцкой, и про ее католицкое веровознание. Ну а теперь София Слуцкая, княгиня Слуцкая, а поздняя представница роду Алелька еще у Слуцких. Стратила батьку, коли ей было пять дзен от роду, як свечуть. Документы историчные. Мати вышла раз в некольких годах замуж в другий раз, але не в забаве так само померла. И вот, не деколеюще не было десяти годов, София Слуцкая трапила под опеку магнатов Хаткевича, выховывалась в Бересте, потом у столичной Вильни. И сталося так, что Хаткевичи были повинны Радзивиллам вернуть в Велизарный долг. И немели махчимости в это зарабить, и они выросли справу заладить тем, что отдадут Софию Слуцкую, якая такими богатцями володала. Ну и нас подкаемецей засталася, потому что так само весь мужчинский род вымер, и нас засталася с подкаемецей в этих великих, як бы абсару Слуцкого Капыльского князству, але у 15 годов этот шлюб павинен был адбыться. Ну и она народилася, даречу, в 1585 годе, и вот падея 1600 года. Гэту идею долго хавали от Софии, а леу 15 годов она даведалася, и она заперечила расучай. Она сказала, что Януш Радзивилл, за якого хочется ей отдать, что ён кальвинист. А она иншага веровы знання, про гэтам мы ткрыху пазней скажем, и она не пойдя за яго. Ну и ему было 21 год, это як бы розница была не такая великая, як бы и тут головное было, что ён кальвинист. И так само ясчэ одна причина адмовы, что ён сваяк. Ну нехай не близкий, але сваяк, и она так само не хотела исті замуж за сваяка. И вот у Вильни собралося 20 тысяч войсков. Это были приватные войски, Хаткевичу и Радзивиллу, які были готовые просто вот эта страшэнная крывопроліцца учениць у сувидзі с незгодой Софіі выйсця замуж за Януша. Ну и тут ина, каб запобегчэ гэтай вот войны, ина дала згоду, стала зонкой Януша. Ну и пра яе веровы знання. Традыцыйна лечілася, что ина православная. Ну а хрищэна ина была православная. Конечно, княжи Слуцкі и Алельковичи были православными, трымалися этой веры и в той час, и в 16-м стагодзе. Але выховывалася ина у Хаткевичев, які уже были католиками на той час, и могла вот, могла быть, может быть, ну я не ведаю, под примусом, под доброй воле, могла приняти католийства. Мне б не вельми хотелось заглубляцца у гэту проблему, темболь, что існують документы и пра православная веровы знання Софии Слуцкай, и пра я католицкая веровы знання. Великий корпус документов існують про гэта можете набрать София Слуцкая веровы знання и прочитать. Вот. Там такие взаимовыключальные документы и для мене головное тут, что у нашей толерантной держави, ну, по-перше, ислюбы могли отбываться помежи представниками розных конфессий, да, ну, с дозволом там церковных уладов, вот, частым светских уладов, и представники одной конфессии могли займаться, якбы, патрымкой обороны представников іншей конфессии. И вот, мінавіта, мінавіта гэтам і праславілася Софія Слуцкая. Ну, тады, 1600-й год шлюб, а в 1596-м была Берастейская церковная унія, так, калі большість ієрархів православних великого князства признали уладу Папы Римського, ну, і великого князства вугле Речі Посполиті украінських землів. Вось. Олє ствердження унія, яка потім саправды стала народной верою вже в 18-м столгоді. Спочатку шло, конечно, непросто. І Софія Слуцкая, ну, вот, прасіла мужа, кап сваіх свайчінніків, там, со Слуцкого князства, с цих Слуцких землів Капыльських, кап ён баранів, кап ён баранів їх веру православную. І Янус Радзівіл, яє муз, вот, ну, добівся такої грамоты ад жугімонта Вазы, грамоты, яка забороняла яє падданах, с яє вот этого пасаза, с яє землів, прамушаць, меняць веровызнання. Вось. Інна, як би, з того ж, шаснадцятого, семнадцятого, в тагодзе, Софію Слуцкую ашанавалі вернікі, найперш православне, абаронцвай, яких іна была, ашанавалі, як заступніцу хворых жанчин, які ісбіраюцца нараджаць. Вось так. Ну і комусь це може бути, здається, що іна вельми давно була святой, признана, але на сам речі, я її канонізували, тільки в 1984 році. Займався справий митрополит Филарет. Вось. І скончив я поспіхово, Софія Слуцкая була прилична до собору белорусських святых. І някалькі слов яще пра ея можче. Тем більше, якби факт, набывая додатковую значність, пасля канонізація, они заховваліся, значыць, да трыцатах гадов ў Слуцку, ў Траецким сабор, і потам, як із можчамі Ефрасіння, адбылось гэта блюзнерськае ўскрыццё, судзелам там навуковців, які выкрывалі опіум для народа, і потам перавезлі гэтая можчі Софію Слуцкай ў Анатомічний музей Медычного факультету БДУ. Дзейны былі, пакуль не пачылась, а другая суцветная вайна, і тут та і самая гісторія, як із можчамі Єфрасіння, оккупаційныя влады натуральна в сваіх мэтах дазволіли гэтая можчі пераністі ў храм, і тады можчі трапілі ў Швято Духав Сабор, ў Менску, дзе яны заховываюцца і тепер. І гэта такоя галуннея месца шыновання Софію Слуцкай, там абраз славутай, намолянай ўже ёсць, і там ёя можчі, ну і што ясчі можна сказаць на развітання з ёсць, што напісал прай аповість Юзеф Крашэвскій, славутай гэтай літаратор 19-го стагодзе, які трапіў кнігу Гінаса за як рэкарсмен гусіна опера, за колькість сваіх твараў, там шыстсотых пам'яты ціма гварілі. Вот я написала пісня з князёў Слуцких такуя аповість, а крыху пазнеў Владислав Саракумле выдав такуя історычныў драму сваю, вось, «Магната і сирата» Софія Князёўна Слуцкая. Ну і кончым тым, што нехай Софія Слуцкая трымая нас ўсіх ў сваёй ласцы, дапамагая ў гэтам Єфросіні Полацкай. И тепер ў нас, ну, може быть, невеличкая дискусія, отказы на пытанні, а потам будзе традиційна ўзо викторіна. Калі ласка. Магната та сваќа в яуху подожжу about. Б Sealitetо јоць при потам Being specialist J Та сваќаёна чалав�ыш Бô-di- Assistant Ну і каauа. Продолжение следует...